Девушки отдыхают Мясников Владимир Владимирович В июле 42-го пошел добровольцем на фронт В мае 44-го окончил Харьковское училище химзащиты Воевал в огнеметном батальоне Освобождал Изборск, Тарту, Ригу Участвовал в Висло-Одерской операции Штурмовал Берлин Герой Советского Союза Как для вас началась война И вот какие планы ваша война порушила И чем вы занимались в этот день Я помню, что в этот день Перед тем, как было объявлено по радио 12 часов, что началась война Мы со сверстниками купались в реке Ничего не подразумевая, ничего не ожидая Пришли с речки Закончится Чем эти четыре года Но тем не менее Планы мои С началом войны Они изменились Я вынужден был остаться Работать в колхозе И год работал в колхозе С 41-го года с июня по июль 42-го года И каждый день Ведь заканчивался вопросом А что ты сегодня сделал Для фронта, для победы Вот Поэтому Во время посевной кампании Приходилось сеять Из лукошка Как в старину Потому что все трактора Были мобилизованы на фронт Вот Убирать урожай То же самое все вручную приходилось Осенью в ноябре месяце Мы строили оборонительный рубеж В районе теперешнего города Лакинск Между Москвой и Владимиром Было очень холодно Ноябрь был очень холодный Снега еще не было Земля вся промерзла Приходилось ломами И всевозможными способами Оттаивать землю Потом рыть эти окопы А зимой Пилили дрова Для паровозов Потому что угля не было Этот самый Донецкий бассейн Уже был у немцев Угольный бассейн Паровозы ходили на дровах Так что мы пилили дрова Вывозили их к станциям Вот таким образом прошла зима 41-42 года А в июле месяце Я добровольно вступил в ряды Рабоче-крестьянской красной армии Как она тогда называлась Весь наш новый набор Не спрашивая кто хочет Не хочет Всех отправили в Ташкент В Харьковское краснознаменное Химическое училище То есть училище химической защиты Сначала срок обучения был 6 месяцев Потом По мере успехов нашей армии И отсутствия недостатка В офицерском составе Значит увеличивали срок обучения До 9 месяцев Потом до года А потом полтора года И таким образом я был выпущен Из училища В 44-м году В мае месяце А как в училище Вот воспринимали студенты То что происходило на фронте В то время Мы знали Общую обстановку на фронтах И переживали Переживали что Значит Тяжелое время для страны А нам все увеличивает сроки обучения После окончания училища Мы в 3 человека Получили назначение На 3-й Прибалтийский фронт Я получил назначение В 8-й отдельный огнеметный батальон Вот как к вам относились Другие рода войск Или тогда не было разницы Какой-то особой Видите ли Фугасный огнемет Стрелял на расстоянии 80 метров Это эффективная стрельба Ну 100 метров Может быть максимум Вот какая разница Между химиком Который с огнеметом И ждет противника Пока он подойдет На эти 100 метров 80 метров Или сам Приближается к противнику На 80-100 метров Для того чтобы выстрелить Ведь никакой разницы С общевойсковым Там Пехотинцем Нет Это же Действующий армия и фронт Там люди все равны Да Ну вот вы попали на передний край Ну мы Вели боевые действия Нашим батальоном В Эстонии Начали Наступление в Эстонию Мы из района Изборска А вот первый бой Где вы приняли? И вообще вот это Чувство Вот первого боя Знаете вот Трудно сказать Вот как мы только начали Наступать Из Изборска Значит Налет авиации Который Который пытается Ну Преградить наступление Разбить части Которые идут вперед Попадаешь под налет Авиации Это Чувство боя Или не чувство боя Ну это Чувство Большой опасности Для жизни По крайней мере Вот это Чувство Оно потом Угасало Как-то Когда уже Было привыкание Вот К Артобстрелу Там Обстрелу Видите ли Ведь привыкание Это дело Такое К этому Привыкнуть Нельзя Можно Как-то Приспособиться Быть Что называется Обстреленным И Чувствовать Откуда Опасность Откуда Опасность Может возникнуть Для твоей жизни Можно Передвигаться Только Ночью А мы В основном Действовали По ночам Потому что У нас Было оружие Ближнего боя При наличии Правда Того же Автомата Автомат Был у каждого Автомат Был у каждого Вот Выру Брал Наш батальон Тоже Тогда вот Расскажите Владимир Владимирович Поподробнее Как использовались Огнеметы На фронте Огнеметные Точка Это Окоп Формой Подковы Обращенный В сторону Противника Как правило В этом окопе Два солдата Находятся И Огнеметы Устанавливаются С одной С одной стороны Этого Окопа Два С другой С другой Стороны Окопа Два Они Нацелены Таким Перекрестным Огнем А вот Владимир Владимирович Вот Огнеметы Использовались В общем Или какое-то Было Такое Специальное Назначение По борьбе С пехотой С танками Мы всегда Использовались На Для закрепления Рубежей На танкоопасных Направлениях То есть Вот Пехота Заняла Определенный Участок Местности Командование Оценивает Что с этого Направления Может быть Контратака Вот Ставились Огнеметы И Противотанковый Резерв Которые Действовали Во взаимодействии То есть Пушки Не давали Расстреливать И давить Огнеметы А огнеметы Не подпускали Непосредственно На пушки Наступающих Вот В таком порядке Использовались А вот что же это За нервы Это должны были быть Потому что Вот Артиллеристы Рассказывают О том что Когда появился Подкалиберный Снаряд Который поражал Там Тигр С расстояния Сто метров Но это же нужно было Выдержать еще Чтобы тигр Подошел На сто метров А вам нужно было Выдержать Чтобы к вам Враг приблизился На восемьдесят метров И еще ближе Это что же за нервы Ну во первых В сорок втором году Ведь появился Приказ Назывался Ни шагу назад Что отступать Некуда Отступать нельзя А потом Кто Кто должен Кроме тебя Держать здесь Участок обороны Нас так воспитывали Вот Я со своим Взводом Где я находился Я Например считал Что враг Там не пройдет Там не пройдет Что мы сделаем все Для того Чтобы Враг не прошел Или ты держишь Или ты открываешь Ворота Для противника Вот 14 октября 44-го года Была взята Рига Третий Прибалтийский Фронт Со взятием Риги Был Расформирован А батальон Был выведен На доукомплектование И там Впервые Мы получили Пополнение 27-го Года Рождения Готовили его Обучали Использованию Подрывных машин КПМ-1 КПМ-2 Которые были На вооружении В то время Электрическим способом Подрывали С огнеметы И Правда Можно было И механическим Способом Вот этим способом Обучали Это молодое Пополнение И В самом начале Марта Батальон Посадили В эшелон И он Примех Примехонько Что называется Через Польшу Прибыл На плацдарм На Одер На Кюстринский Плацдарм А вот Вы сейчас Употребили Такой термин Подрывались Огнеметы То есть Это в смысле Зажигалась Смесь Которая выбрасывалась Да Или что это Ну знаете Огнемет Ведь он Фугасный Огнемет Он представлял С собой Цилиндр В который Вставлен Сифон Принцип Его действий Вот как Одеколон Из флакона Вот Как Пульверизатор Пульверизатор Вот принцип Пульверизатора Там Пороховой Заряд Он Поджигается Зажигательной Шашкой Создается Давление До 700 Атмосфер В этом Болоне Таким образом Струя огня Вырывалась Из огнемета Летела Вперед На 80-100 метров Имея В конце В клубе дыма Температуру 800 градусов Вот Поражающее Свойство Огнемета А приходилось Вступать В бой Один на один Огнеметчик Против Дота Против Танка Против Ну как же Приходилось Конечно Приходилось Вот там же По Тарту Там огнеметы Подрывали И Против Танков И Бросали Противотанковые Гранаты И ручные Гранаты Все Все идет В ход Лишь только бы Его остановить А если вот Огневая точка Какая-то Работает Посылали ли Огнеметчиков Для его Для их уничтожения В полевых условиях Нет В городе Да Вот мы наступали Придан Взвод был Полку Вышли Я не помню Сейчас Где В Берлине Но Справа Канал За каналом Дома Из-за канала Стреляют Немцы Стреляют Командир Полка Мне говорит Сожги Этот дом Ну Хочешь Туда Иди Значит Со своими Огнеметчиками Где-то Через мост К противнику И там Поджигай Этот дом А хочешь Если у тебя Достает Этот огнемет Пристрой его И Стреляй Через этот канал Я избрал Вот второй путь Второй путь Значит А вот По вине Ну как сказать По вине Метра Да Ведь Электропроводку Проверяешь По метру Есть Проводность Или нет Проводности Да Полагалось Каждое утро И вечер Проверять Огнеметы По метру То есть Не нарушена ли Проводка К этой Зажигательной Шашке И к пороховому Патрону Вот Подсоединяешь А метр Все нормально Проводка Есть К другому К третьему Огнемету Так все Проверялись И вдруг Один вот Было Метр Сработал Огнемет И был Второй Случай Когда сам Зампотех Роты Нечаянно Подорвал Огнемет Вот этим же Метром В Берлине Вот было Два Случая Но Чтобы Взорвался Огнемет Нет А вот Когда Используешь Огнемет Против танков Что с танком Происходит Ну Во-первых Ослепляется Его Эти самые Смотровые щели На том участке Если это В лоб То значит В лобовой части Во-вторых Эта огнесмесь Она липнет Липнет И горит На танке Если она Попадает На кормовую часть То танк Загорается Да Вот Потому что Она вообще Не 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 Течет Она Прилипает Она Прилипает Да Она не Течет Это не как Смесь В этой Самой В бутылке СКС Вот Та Течет Огнесмесь А Эта Не Течет 16 апреля С началом Берлинской Наступательной Операции Батальон Был Снят Со своих Позиций И пошел В наступление Я 23-го Получил Задачу С половиной Взвода Перейти По мосту Полуразрушенному Мосту Обербанбрюки На другой берег Реки Шпрее И Выжечь Немцев Из домов На набережной Мост был Взорван В двух Местах Перед этим Части 32-го Стрелкового Корпуса Пытались Значит Перейти На другую Сторону И туда Перешло Несколько Человек Потери Были Значительными На этом Мосту Нас послали Ночью Ночью Без открытия Огня Чтобы мы Перешли И Подожгли Дома На той Стороне Был Сильный Ружейно-пулеметный Минометный Огонь Их Кукурузники Летали Вот Как у нас Самолеты По два И бомбили Нам удалось Переправить Один Огнемет И когда Я командовал Вот этим Передвижением И Командовал Огонь Огонь Значит Видимо Уже тут Присмотрелись Немцы Я был ранен В голову Но Не ушел Из поля боя Остался На мосту Затем В половине Дня На следующий День Наша артиллерия Подожгла Дом С левой стороны От моста На другом Берегу Стреляла Разрушила Верхнюю часть Дом Загорелся Мы подождали Пока огонь Дойдет До второго Этажа Потом Собрали Все огнеметы Собрались И группой Бросились В этот Горящий дом Подвалом Этого дома Мы прошли В глубину На уровень Третьего Дома От набережной И подожгли Этот третий дом Двумя Огнеметами Затем Тем же путем Из подвала Значит Подожгли Второй дом От набережной Когда Эти два Дома В тылу Загорелись И при Ружейно-пулеметной Там стрельбе У обороняющих Первый дом На набережной Возникла паника Они стали Потихонечку Удирать Я потерял При выполнении Этой задачи Четырех Человек Ранеными И был Еще сам Ранен Вот Осколком Или пуля Пролетела Ну как вообще Сравнением В голову Оставаться В строю Осколком Осколком Первые Первые впечатления Сможешь ли ты встать Попробовал Я встаю Вот Ну Кровь текла Кровь остановили Забинтовали Ну а раз встаю Значит Воевать можешь Раз стоишь Вот так Вот за выполнение Этой задачи Многие солдаты Моего взвода Были награждены Орденами Вплоть до орденов Красного Знамени По-моему Человек пять Получили Эти ордена Вот А я был Представлен К званию Героя Советского Союза В дальнейшем В Берлине Мы воевали В составе 32-го Стрелкового Корпуса Я помню Что В ночь С первого На второго Мая Мы прошли Целый квартал Ночью Что значит Прошли С боями Прошли С боями С боями А первого Мая Вели бой На улице Я Израсходовал Шесть огнеметов Подорвал По противнику Ушел На мое место Прислали Другой взвод Лейтенант Лободин Он был Примерно В том В том Месте Но На улице Разгорелся Танковый Бой Он Фердинанд И наших Шесть Танков Вот Он Выглянул Немножко Из-за Пределов Стены И был Убит Тут же Это вот Было Первого Мая А второго Мая Ночью Мы Вот Я уже Сказал Прошли Целый Квартал С боями А во второй Половине Дня Гарнизон Берлина Капитулировал И для Меня Для нашего Взвода Для тех Частей Которые Были В Берлине Война Была Закончена В принципе Второго Мая Но я Получил Новую Задачу Второго Мая Значит Выйти В район Вестхафен Это Западная Гавань Там Находился Бактериологический Институт Роберта Коха И мне Было Приказано Охранять Этот Институт От Проникновения Посторонних Лиц А Девятого Мая Как война Закончилась Я Значит Со Взводом Оттуда Ушел По Время Нашей Охраны В Бактериологический Институт Приезжали Из Санитарного Управления Пятой Ударной Армии Первого Белорусского Фронта И Уничтожили Все Опасные Бактерии Там На местах А Девятый Мая Как Вы Встречали Как Праздновали Девятого Мая Обижать Неудобно Победителей Значит В Берлине Чтобы Бежать От своего Салюта Так И дошел До проходной Значит Не Не прибавляя Шага Вот Какая Была Обстановка Мая 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok